Приём-приём, леди и джентльмены! На связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Вы знаете то, что мы постепенно развиваем нашу деревню жителей в Майнкрафте, всё это место, где мы живём, и постепенно наша местность действительно превращается во что-то похожее на настоящий современный населённый пункт. Например, если вы видели последние ролики, то... Вы точно не пропустили момент, когда у нас появилась вот эта дорога, которая соединяет вот эту нашу деревню жителей, деревню жителей напротив, а также полицейский участок, который находится прямо там в тумане за моей спиной, и... госпиталь возле второй деревни жителей. Сегодня, друзья, я решил то, что я хочу построить в нашем поселении настоящие водные горки, либо же аквапарк, и решил то, что я бы хотел, чтобы вы увидели момент строительства и как вообще и что сегодня будет происходить. А также, если вы, кстати, вчера видели ролик, или, в принципе, видели ролик, где уже были горки, вот, то эти горки строили жители. И что с ними произошло, в общем, смотрите вот этот ролик, и тогда точно не пропустите всё узнать. Ну что же, давайте приступать. И, кстати, обязательно также не забудьте написать в комментариях, какую ещё постройку вы бы хотели увидеть в нашей деревне жителей, чтобы наше поселение было ещё больше похоже на город. Ну что, погнали приступать. В общем, сегодня, на сегодня планы строительства такие. Я хочу построить целых три вида горок. Это будут такие достаточно резкие горки. Что-то вроде горки унитаза. Ну, в общем, я когда начну строить, я думаю, то, что вы поймёте, что я хочу сделать. И что-то вроде небольшого домика. Такого. Для аквапарка. Вот. Ну что же, погнали. Я хочу сделать большинство построек именно в этом месте. Вот. А влезут они или нет, это уже другая история, которую мы сегодня с вами увидим и узнаем. Ну что же, первым делом, для того, чтобы построить наш большущий аквапарк, давайте расчистим вот эту гору. Мы сейчас с вами выделим по-быстрому территорию и оставим всего лишь первый слой песка. И потом, если где-то песок пропадёт... Так, много не там. Вот, если он пропадёт, я все эти дырки заполню также песком. Так, прописываем ноль. Стойте, ошибочка произошла, друзья. Не так. Можно, конечно, и так продолжать это делать, но... Да что ж такое-то. Чтобы сделать это ещё быстрее, нужно просто поднять высоту повыше. И тогда у нас полностью пропадёт абсолютно вся эта гора. Ну что же. Всё, местность расчищена. Но, само собой, нужно, наверное, убрать вот эти вот все, короче, неточности, неровности. Давайте песком будем всё заполнять, просто командами прописывать. Пока что это всё до конца не заполнится. Да что ж такое-то? Чё тут за кубик такой, который бесконечно проваливается? Так, давайте уже... Ооо, ребята, это надолго. Давайте вот так сделаем. Никто не будет знать то, что здесь на самом деле находится кусочек земли. Так. Сюда кладём песок обязательно. Так, тоже всё проваливается. Но надеюсь, что не так глубоко оно будет это делать. Так, а здесь можно уже всё заменить вручную. Так, давайте быстро это сделаем. Потому что рельеф этого маленького островка мне очень нравится. И не хотелось бы его оригинальность нарушать. Кстати, у нас также есть маленький островок, по-моему... А нет, это он и есть. Ха. Я думал, что тут ещё маленький островочек есть, но на самом деле нет. Так, заполняем здесь. Убираем песчаник. И у нас есть вот такая штуковина, которая, кстати, почему-то мне напоминает человеческое ухо. Пишите, что вам напоминает вот этот маленький остров. Итак, первая горка. Она будет, наверное, самой зрелищной. Поэтому я хочу, чтобы она была повёрнута лицом вот сюда. То есть, чтобы мы смотрели либо из дома из окна, либо жители своих окон смотрели на эту горку. И им она очень нравилась. Короче, эта горка будет всех цветов радуги. То есть, это красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый и... Нет, стойте. Вот синий, голубой и фиолетовый. По-моему, так, да? Получается семь. Семь цветов должно быть. Итак, поехали. Это будет достаточно резкая горка. Но от этого она будет прикольненькой. Так, начнём давайте с красного цвета. Какая будет ширина? Я не знаю. Мне интересно, она вообще влезет или нет. Так, начало она будет своё брать, наверное, примерно вот отсюда. Пока что вообще будет непонятно, что я хочу сделать. В общем, смотрите, друзья. Она будет начинаться здесь. Вот. Давайте вот здесь посередине оставим вот такое жерло. Для того, чтобы воду потом там пустить. И далее мы с вами едем дальше. Просто заполняем все оставшиеся цвета. Так, это начало нашей горки. Она выглядит вот так. Пока что это просто какой-то штрих-код из магазина. Поехали. Встроить дальше. Теперь нам нужно с вами здесь сделать вот такие уклоны. Так. Примерно вот до такого уровня. То есть каждого цвета. Сейчас мы берём с вами оранжевый. Всё. Смотрите, уже больше похоже на горку? Мне кажется, что определённо да. Похоже уже получше всё это дело. Теперь. Мы снова делаем вот такое падение вниз. Наверное, вот на такое количество блоков. И далее снова заполняем абсолютно каждый цвет по очереди. Всё. Спустили вниз. А теперь нам нужно снова, получается, сделать вот такую лесенку. Вот. На этот раз это будет, получается, вот такие по два зубца. Так. Вот сюда. И далее мы уже будем делать уклон плавнее и плавнее. Чтобы можно было спускаться. Всё. Сделали так. Теперь, смотрите, ещё один зубец. Вперёд продлеваем. И здесь делаем то же самое. Вот так продлеваем вперёд. Всё. Мы с вами сделали вот такую историю. Что будет дальше? Дальше нам нужно, получается, каждую перилу внутри заполнить. Как это будет происходить? А происходить это будет примерно вот так. То есть я беру горку. И мне нужно по центру везде заложить вот такие блоки. Вот. Я думаю, то, что понятно. Я думаю, то, что сейчас я это показывать не буду. Так что здесь у нас будет вырезка. И я когда всё это заполню, мы с вами уже вернёмся. Ну что же. Для вас прошла просто доля секунды, друзья. Я уже закончил всё это делать. А, вернее, вот это всё безумие, которое творилось с этой стороны. Ну что же. Теперь мы с вами должны построить что-то вроде каркаса для всей этой горки. Потому что, само собой, мы вот так это не оставим. Это достаточно как-то крипово выглядит. Лично для меня. Ну что же. Цвет, который у нас будет использоваться в качестве чехла, так скажем, для наших горок. Это будет белый цвет, а именно кварц. Мне кажется, он будет очень хорошо здесь сочетаться. Так, давайте приведём здесь, получается, вот такие стены. Так, они главное, чтобы были у нас на одном расстоянии. И заканчиваются они там, вот на этом уровне. И, насколько я понимаю, примерно вот здесь. Если я всё сделал правильно. Да, по-моему, всё совершенно верно у нас получилось. И давайте только единственное, что мы сделаем с этой стороны. Мы уберём стенку вот здесь. Сделаем ступеньки. И уберём стенку с этой стороны абсолютно аналогично. Нифига не аналогично. Так что мы с вами это подправили. Всё, готово. И теперь последнее. Мы с вами доводим эту стенку кварцевую уже вот до этого места. И, наверное, соединим также вот эти все прореди. Чтобы постройка, может быть, даже она будет посветлее казаться от всего этого. Так. Кстати, да, мы тут чуть-чуть не довели. Либо же там немного перевели. Так, убираем это здесь. Давайте здесь тоже ступень сделаем. Потому что, по-моему, как-то посимпатичнее выглядит с этой ступенькой. Так, ну и, конечно же, нужно закончить вот эту линию. Что будет сзади? Интересный вопрос. На который очень лёгкий ответ есть. Тут будет просто стенка белая и всё. Вот так. Всё. Так. И, конечно, надо, кстати, вот эти все дырки закрыть. Потому что, вы представьте, кто-то покатится и улетит просто вот сюда. Просто вот в трубу какую-то снесёт его. И всё, ничего от него не останется. Так. Здесь мы с вами закрываем вот таким образом. Здесь будет у нас начинаться спуск водяной, куда нужно будет непосредственно как-то... К тем, кто будет здесь кататься, они будут сюда спрыгивать. Вот. Но запуск воды у нас будет проходить в самый последний момент. Так. Теперь нам нужно немножечко вот с этой стенкой что-то сделать. Потому что она достаточно как-то страшно с другой стороны выглядит. И, как по мне, самое прикольное решение, возможно, это взять ступеньки. Я думаю, что ступеньки я буду брать из берёзы. Готово. Что же. А теперь, конечно же, дело не обойдётся у нас без балок, которые должны укреплять всю эту конструкцию. Так что теперь мы с вами берём вот такой кварцевый блок. Здесь и здесь. Ставим два столбика. Всё. Так-то уже получше. А также можно кварц использовать в качестве вот такого выделения, в качестве маленьких перил, надеюсь, за которые никто не свалится. Вот, да. Всё. Вот такой подъём. Ну что же. Вот так у нас получается сзади. Можно, наверное, даже немножко приукрасить, если срезать как-нибудь углы, что-то типа вот такого сделать. Вот. Но эти уже микро-моменты, их можно бесконечно отрабатывать. Вот так будет получше. И даже знаете что? Я бы заменил вот эти блоки на что-то более интересное. К примеру, 251 на 15. Нет, не на 15, на 14. А здесь 251 на 4. Вот так. Опа. И так уже намного, намного симпатичнее, ещё более получается. Ну что же, а теперь запуск воды. Наша горка, думаю, готова. Потом в конце мы, конечно, посмотрим, что можно будет ещё прикольного добавить. Запускаем воду. Смотрим, как она у нас льётся. И она буквально чуть-чуть не достаёт. Давайте вот здесь поставим ещё один источник, который ни на что не повлияет. Эй. Вот, совсем другое дело. Всё, горка заработала. Запускаем теперь абсолютно все остальные наши горочки. Так, и не забываем то, что источник воды мне нужно, получается, поставить вот сюда на второй блок везде. Всё, готово. Вода доходит до самого конца. Есть, великолепно. Ну и, само собой, я думаю, то, что не обойдётся без освещения факела использовать, либо что-то другое. Я, наверное, выберу факела. Мне неохота никакие лампы использовать, эти морские. Мне кажется, с факелами будет более чем нормально. Так, вот так их поставим. Так, что-то у меня сбилось всё опять. Синий, голубой, фиолетовый. Всё, готово. И давайте вот на этом уровне поставим факела. В начале каждого цвета. Ну и, само собой, можно прямо вот сюда их воткнуть. Вот, и здесь тоже поставить. Ну и немного лестницу осветить. Да и вообще можно ещё много чего делать. Так что, всё. Так, первая горка у нас готова. Слушайте, не знаю, как она смотрится. Красиво, некрасиво. Я думаю, то, что какие-то декоративные детали мы на неё по-любому ещё добавим. К примеру, я бы уже прямо сейчас хотел добавить что-то вроде лиан, которые нашу горку будут немножечко обвивать. Потому что слишком действительно как-то крипово смотрится она, когда просто сплошная белая стена. Вот. Ну и в конце концов можно ещё вот такие балки укрепления сделать, которые у нас будут на дно прямо идти. С этой стороны и с этой. Конечно, ещё можно было бы посередине их добавить, но мне кажется, что по бокам уже будет нормас. Всё. Вот, так уже получше немного смотрится. Можно то же самое сделать примерно вот здесь. Просто вот такую лину, лину, говорю, лиану из листьев пустить. Так, здесь тоже немножечко всяких закорючек. Направо, налево, завитушки всякие. Так, сюда. И продолжим также листву здесь. И вот здесь тоже. Так, это налево. А с этого момента пойдёт уже направо. Есть. Отлично. И с этой стороны тоже мы это сделаем. А здесь можно, знаете, что-нибудь написать. По типу буквы, например, С. Не знаю, типа там Шэдди Мэн. Какой-нибудь. Вот так вот. Всё. Ну, либо цифра 5 вообще. Пускай цифры. А давайте пронумеруем горки. Только надо было это делать, наверное, в ту сторону. Ну ладно, это для кораблей, которые будут ехать. Это типа горка под номером 1. Всё. Каждый будет знать то, что это горка под номером 1 у нас там находится. Всё. Всё, я думаю, что она готова. Я думаю, что можно теперь приступать к следующей горке. А именно это будет горка. Унитаз, друзья. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Кстати, мы не прокатились. Давайте прокатимся. Я, получается, прыгаю вот сюда. Меня уносят вперёд, вперёд. Я падаю в этот момент. И вот сюда. Мне кажется, для жителей то, что надо. Я думаю, то, что они будут более чем довольны. Итак, горка под номером 2. Нам нужно сразу сделать на неё подъём. И подъём у нас будет, само собой, тоже, чтобы тут были лестницы. Давайте сделаем её пошире. Её нужно будет тоже поднять. И, наверное, до такого же уровня. Так, чё произошло? Почему у меня так выделилось, непонятно. Я забыл, видимо, какую-то точку там. Так, уровень такой? Нет, не такой. Ломаем тогда слой сверху. И нам теперь нужно смотреть, что сделать. Сломать. Сначала в эту сторону. Затем в эту. И мы с вами сразу начнём с лестницы. Вообще, знаете, это ошибка была. Давайте вернём. Потому что нам так лестницы намного удобнее будет ставить. Так, лестница идёт сюда. Блоки мы сюда доставим. Само собой тоже, как только сейчас это закончу делать. Вот сюда. Кстати, я вот в жизни никогда не катался на горке, которую сейчас строю. Вообще никогда. Вот то, что здесь справа, вот на этой. Спереди, вернее. Да, я на ней катался. А вот то, что сейчас делаю, никогда. Вот. Так, берём полублоки. Давайте тоже всё заполним. Сразу тогда, раз уж мы лестницу сразу начали делать, доделаем её до самого конца. Готово. И здесь немного ниже тоже готово. Всё, смотрите. А вот теперь можно действительно взять и обрубить центральные все вот эти несущие всякие штуковины, назовём их так. У нас получается вот такой экспонат. Отлично. Но здесь нам не хватает тоже немного балочек всяких, типа так, которые укрепляют конструкцию нашей горки. Так что давайте их тоже, несомненно, прямо сейчас добавим. И даже, наверное, в самом низу мы тоже с вами это сделаем. Всё, готово. Давайте посмотрим. Ну что же, наша лестница уже смотрится круто. Но это только самое начало. Что здесь будет происходить и как вообще оно будет происходить? Во-первых, какого цвета сделать эту горку? Так как вода синяя, наверное, синий не самый удачный цвет, и я бы, наверное, сделал зелёный. Добавим немного более ярких цветов. Итак, горка будет начинаться прямо в этом месте. Вот таким образом. Вот, нужно её продлить немного вперёд, чтобы никто головой здесь ничего не задевал. Далее мы спустим немножечко здесь. Дадим угла, но не на машине, а на нашей горке. Так, продвинем здесь немного вперёд. Получается, здесь мы пустим первый поток воды. Здесь будет начинаться второй поток воды. И здесь, наверное, нужно ещё такую же сделать. Здесь будет ещё один третий поток воды. Потому что, мне кажется, расстояние ещё мы маленькое с вами отошли оттуда. Вот. Тут получается четыре блока. Здесь три, здесь снова четыре. Вот. Куда нас всё это принесёт? А принесёт нас это на свободное падение. Да, здесь будет свободное падение. Был бы, кстати, даже идеальнее, если бы поток воды тут просто закончился. Но я думаю, что мы сделаем что-то вроде вот этого. А здесь нам нужно построить круг. И я думаю, как это лучше сделать, и чтобы это было симметрично. Получается, здесь у нас четыре. Значит, здесь тоже мы вот такую диагональ берём одиночных блоков. И здесь, по идее, тоже четыре, да, будет? Да, логично. Так, и получается вот такой круг, который вроде бы даже ровный у нас. Но здесь, мне честно скажу, хочется какого-то ещё цвета добавить, потому что как-то блекло смотрится. Какой будет цвет с зелёным сочетаться? Белый? Синий, наверное, нет? Голубой? Даже не знаю. Давайте белый возьмём. Мне кажется, белый всё-таки, да, прикольно будет с зелёным сочетаться. Жёлтый как-то, наверное, немного не то. Ладно. Короче, как будет, так будет. Давайте уже начинать, потому что, не знаю, мне кажется, вот зелёный горлок, она, знаете, какой-то зелёный-белый прям какой-то свежестью какой-то, не знаю, отдаёт. Не знаю, как-то передать, короче. Это прям вот именно вот такое ощущение от этого появляется, от этого сочетания цветов. Итак, внутри мы с вами всё закручиваем. Получается, и по центру нам нужно будет оставить отверстие для того, чтобы нас туда скатывало в конечном итоге. И что-то вроде этого. Главное, опять же, когда я воду запущу, главное, чтобы я запустил её правильно, и чтобы оно всё правильно работало. Потому что если немножечко не так получится, то... Да, это не горка-унитаз, это... Эту горку можно будет с самого унитаз спустить и забыть о ней. Вот. Но надеюсь то, что нет. Надеюсь то, что нет. Всё будет хорошо. Так. Вот здесь, получается, будет всех затягивать, смывать. Вот так. Всё. И дальше нам нужно с вами сделать продолжение нашей горки, либо же можно, знаете, её так и оставить. Давайте так и оставим. Всё, смотрите, даже, знаете, не унитаз, а какой-то половник для того, чтобы супы накладывать, получается. Ладно, это на самом деле так выглядит, потому что не хватает немножечко держателей. Знаете, мне так хочется использовать всё-таки вот этот блок древесины, а не снова кварц. Мне кажется, он тут больше всех подойдёт. Давайте делать крепежи тогда, удерживающие нашу горку. Всё, опускаем их до самого дна. Ничего не вижу здесь, конечно же. Давайте используем ночное зрение. Так. Идите отсюда. Всё, отлично. Сюда. Так, спускаем потом это дело вот сюда. Все четыре столба. Отлично. И с этой стороны. Да, наш город действительно развивается очень круто. Мне нравится. И сюда. Отлично. Прямо в это место. Всё. Смотрите, вот такая у нас горка получается. Мне кажется, даже никаких больших конструкций удержания не надо добавлять. Единственное, что мы с вами, конечно же, само собой, на одинаковых уровнях сейчас поставим факела везде. вот так. Немного вот здесь. Платформу, кстати, нужно здесь продолжить. И факела по самой длине нашей горки сейчас пойдут. Как-то вот так, чтобы можно было ночью тоже свободно кататься. Мы сломаем. Так, и само собой здесь тоже подсвечиваем. А вот здесь, между прочим, можно уже использовать морской фонарь. С внутренней стороны, чтобы у нас внутри тоже всё светилось. вот. Отлично. Всё, как-то так. И давайте вот эти столбы тоже, чтобы не ночью горели. Всё, ну что, погнали запускать воду. Наверное, первым делом я начну вот отсюда. Так, в чём идея? Здесь всё окей. И здесь всё окей. Всё, отлично. Оно по центру прям пока что идёт. Попробуем дальше. пока работает. Ещё работает. И, друзья, идеально. Теперь давайте будем тоже начинать вот отсюда. Да, ничего не ломается. Вода друг другу не мешает. И последний поток воды здесь. Фух, ну что, попробуем прокатиться. Мы сюда с вами замываемся. Нас вносит вот сюда. И куда мы с вами не шли, нас в любом случае затягивает в это место и мы с вами оказываемся потом вот здесь под водой. Слушайте, работает более круто, чем я даже мог ожидать. Мне нравится действительно этот результат намного больше, нежели чем я сам от себя ожидал. Фух, слушайте, ну всё, вторая горка готова, друзья. Наш эквапарк уже выглядит примерно вот таким образом. Это прикольненько. и остаётся последняя, третья горка, которая, я думаю, то, что как раз-таки вот сюда просто идеально подойдёт. Кстати, нужно ещё также подумать о том, чтобы здесь построить мост. Но мы его как-нибудь сделаем, можно даже будет сделать как-нибудь вот таким угловатым. Либо наоборот вон оттуда вот сюда пустить. В общем, сейчас мы всё это дело сами сделаем. Пока что всё очень круто. вот, надеюсь, что вам тоже нравится. Я лично очень доволен. Так, берём, значит, следующие цвета. Обязательно именно эти цвета нужно использовать, как по мне. Синий цвет, жёлтый, красный и салатовый, лаймовый. Вот, поехали. Так, сам, получается, у нас там будет конструкция такая. Так, сейчас я думаю как-то построить. Ширину какую взять. Что если один один, два, три, четыре, пять, шесть? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Поднимаем. Это будет не очень высокая горка. Это, знаете, это больше горка для маленьких жителей в нашей деревне. Вот. Я думаю, что даже вот такая высота будет уже окей. Всё, теперь мы с вами заполняем это всё. Так, какой же одичник у этого? по-моему, 251.11. Да, совершенно верно. Но, 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 платформу нужно всё равно увеличить. Да. Это нужно сто процентов сделать. Вот так. И теперь наверху этой платформы нужно построить домик. Короче. Угу, угу. Так, я блоки добавил, у нас нет симметрии. Тогда мы с вами вот эту платформу, смотрите, ещё увеличиваем. Надеюсь, то, что у нас не слишком сейчас по-тупому смотрится. Да нет, я думаю, тоже нормально. Так, а теперь берём блоки. Так, а что ж такое-то? Слушайте, до этого было всё нормально. Ладно. Попробуем выкрутиться как-то так. Может быть, оно даже лучше получится. Смотрите. Идея такая. Вот здесь я хочу построить домик вот такой. Вот. Так, получается, мы берём вот сюда блоки и вот в это место. Угу. Да, а вот здесь лестница будет с той стороны. Вот. всё. Пока оставляем так. Давайте до конца докрутим получается верхнюю границу нашего дома. Отлично. Теперь сразу завершим, наверное, потолок. И нам нужно обязательно красивую красную крышу сделать, чтобы со входом сочеталось. вот. Так что тут мы с вами вот так за барьер выйдем. Тут немножко, наверное, закругление наше нарушится, но вы увидите, для чего это нужно делать. Это нужно обязательно, чтобы круто получилось. Так, и крыша у нас будет прям такая объёмная достаточно. Так, сюда заполняем, потом в эту сторону. Так, затем вот в эту сторону. и здесь у нас будет, получается, уже два блока. Есть. Что дальше? Так, давайте посмотрим, как будет смотреться, если мы наложим цвет на цвет. Так, по-моему, что-то как-то не очень вообще. По-моему, слишком громоздкая крыша получается. Либо же потому, что просто здесь симметрии не было. давайте сломаем, наверное, вот эти блоки здесь и заполним всё вот здесь вот таким образом. Вот. А здесь мы сделаем окно. Вот такое красное в тему прям. О! О, друзья, вот это я понимаю. Вот это совсем другое дело. Так, здесь мы тогда... А здесь нет. Здесь, наоборот, мы с вами делаем эти блоки красные, чтобы они выпирали. также закрываем всё с этой стороны. И также ставим красное окно с этой стороны. Всё, друзья, вот это я понимаю, вот это уже действительно нормальный дом получился какой-то, намного-намного лучше. Слушайте, очень круто, мне очень нравится. смотрите, обалденный аквапарк. Что дальше? Дальше мы делаем горки из каждых из этих окон. Горки будут простыми, потому что, как я сказал ранее, эти горки будут предназначены для маленьких жителей, так что мы должны построить что-то максимально безопасное. к примеру, что-то вроде вот этого. Так, здесь поднимем, здесь поднимем, это продлим, здесь тоже поднимем, и сюда сделаем вот так, и сюда. Всё, это будет у нас вот такая конструкция, здесь тоже можно синие блоки взять для того, чтобы каркас, не каркас безопасности, вернее, укрепление сделать вот такое. Так, также горку можно сделать и в эту же сторону, тоже, кстати, зелёного цвета, я думаю, пускай будет. Правда, может быть немножко другой конструкции, а может такую же сделать, я не знаю. В общем, какая получится, такая получится, но лучше сделать так, чтобы она, конечно, по конструкции отличалась. Давайте её сделаем как будто бы немного повыше, чтобы у нас какой-то какой-то способ по типу свободного падения нашей горки получился. Зачем сломал, зачем поставил туда-сюда эти блоки, не знаю. Так, и здесь тоже каркас. Вернее, столбучий каркасом это называю. Так, всё, готово. Смотрите, вот, вуаля, у нас вот такие две горочки получились. Давайте только вот эти два блока сломаем. Они какой-то громоздкости придают очень сильной. Всё. И делать ли что-то по центру, друзья? Я не знаю, мне кажется, нет. Здесь просто маленькая обзорная площадка, которую мы сейчас возьмём, вот такое синее стекло. и эту площадку мы с вами закроем. И всё, друзья. А также мы забыли сделать лестницу вот отсюда. Так, воспользуемся вот таким методом установки лестницы. Так, сюда, сюда, сюда. Да. Всё. Это ломаем. Берём снова белые блоки, ставим их вот сюда и вот сюда. Всё, отлично. Теперь берём факела и, само собой, наш домик нужно осветить как снаружи, так обязательно и внутри. Так. Можно, кстати, вот здесь вообще внутри просто так факелов понаставить, чтобы ночью как будто бы свет горел. Вот, отлично. Так, с этой стороны не поставили. Так, и с той стороны я, по-моему, на улице не ставил, но есть ли в этом необходимость. Ну да, давайте сделаем. Всё, и запускаем воду. Так, вот оно у меня ведро с водой. Ну что же, погнали. Так, давайте тоже запускать будем по порядку. Либо же вот здесь и прямо со старта вода уж точно дотечёт. Да, всё отлично. А здесь можно вообще просто отсюда запустить и она дотечёт так и так. Вот и всё. Фух, друзья, ну что же, смотрите, что у нас получается. Вот такой аквапарк. Мне кажется, он смотрится уже намного-намного красивее, чем то, что делали жители. Теперь нам нужно соединить наш аквапарк с нашей основной землёй. Для этого мы поднимем здесь специальный мост, который будет шириной, наверное, в три блока. а будет выполнен, наверное, из обычных досок. Так. Как-то вот таким образом. Так, и чтобы это получше смотрелось, наверное, надо вот такой из тёмного дуба получается, вернее, из тёмной сосны взять заборчик и проложить его уже вот с этой стороны. Так, закруглим, само собой. Всё. Так, прокладываем здесь. И ведём сюда. Так, одинаково же, да? Так, стоп, почему здесь два, тут один? Как так вышло вообще? Я, видимо, немножечко шире изначально взял. Ладно, это не проблема, мы сейчас с вами просто вот это всё сотрём, не туда. Так, по центру один блок получается, сбоку у нас побольше. Пойдёт. Даже не то, что пойдёт, а получилось хорошо, то, что надо. Ступеньки в начале, ступеньки в конце, ну и факела на всём пути. Всё. Отлично. Отлично просто, мне очень нравится. Давайте теперь возьмём вот этот такой путь из камешков. Вот. Для того, чтобы обозначить, куда нужно идти уже непосредственно. А давайте, знаете что? Нет, не хочу камешки, хочу вот этот оранжевый песок взять. Он как-то повнятней, повероятней, повнятней, поярче, короче, и он света передаёт, придаёт этому острову и становится как-то повеселее, что ли, от всего этого, то, что какие-то ещё дополнительные цвета появляются. тут мы тоже сами вот это всё ломаем. Что за звук? Вы слышали, да? Как будто бы Дарфт Вейдер сейчас дышал. Всё, рандомные звуки в Майнкрафте. Так, всё, поставили здесь. Всё, смотрите, вот такой оранжевый песочек у нас на острове будет, и можно даже его ещё рандомнее вот так натыкать повсюду. Отлично. Так, вот здесь, и вот здесь, чтобы ещё круче всё смотрелось. Вот. И как насчёт того, чтобы здесь добавить пляжные получается сидушки и зонтики в некоторых местах? Не лучшее место, но ладно. Я думаю, всё равно он нормалёк. Так, сюда. Опа, смотрите, просто три сидушечки добавили, уже намного-намного лучше кажется. Офигенно, друзья. Я очень доволен. Мне очень нравится то, что получилось. Вот, но это в любом случае ещё у нас пока что не конец. Мы пока что ещё продолжаем делать, потому что возле аквапарка я обязательно хочу сделать также ещё и пляжную зону. Вот. Так, сейчас мы берём просто вот эту землю. Так. Вот сюда и готово. Слушайте, хватит столько песка? Мне кажется, то, что да. Мне кажется, то, что может быть, конечно, здесь можно ещё песочка добавить, чтобы пляж прям-таки был побольше всё-таки. Всё, отлично. Фух, классно, мне очень нравится. И давайте, а чё я мучаюсь? Погодите, зачем я делаю так, если можно сделать вот так? Реплей с 2 на 12. Вот и всё. Так, вот и пляж намного больше и прикольнее стал. Всё, вот у нас опоясывает получается всю береговую линию этот пляж. А здесь давайте траву оставим, чтобы тоже совсем песка много не было. Всё, друзья, смотрите, вот такой пляж получился. Единственное, что всё-таки здесь пошире будет. Так, просто сет 12. Всё, а теперь мы с вами берём ещё больше лежаков. Смотрите, и ставим их по два, но не слишком близко. Лежаки красные, зонтики будут разноцветные. Сюда. Сюда и последнее. Вот, теперь берём наши зонты. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь разных цветов. Возможно, даже слишком много я взял. Так. Сюда ставим. И да, два цвета было лишним. Давайте розовый воткнём. Всё, а теперь нам нужно взять с вами вот эти спальные мешки, потому что они по своей структуре идеально имитируют пляжные матрасы по типу, как это сказать-то? Ну, матрасы, лежаки. Так оно и есть. Получается, вот сюда, где-то здесь сделаем лежачки, на которых жители будут тусить, отдыхать, чилить и так далее. Так, потом вот сюда побольше лежаков. Получается, поближе к морю вот реально вот поставить именно их. Всё. И, конечно же, само собой нужно прохладительные напитки, тоже здесь поставить повсюду, чтобы тут можно было их брать, попить обязательно в жаркую погоду. К примеру, вот сюда. Так, и с этой стороны мы тоже их ещё не ставили. Всё. Фух, ну что же, друзья, посмотрите на нашу общую композицию в данный момент. Мне кажется, всё ещё более круто преобразилось, и вы не поверите, но я хочу сделать ещё кое-что прямо сейчас и прямо вот в этом месте, которое здесь находится. Я пока что не буду говорить, что это, но вы можете попробовать угадать. Куда у меня топор пропал? ещё раз. Убираем вот эту траву. Вот, в общем, гадайте, гадайте по тем блокам, которые я сейчас возьму, как хотите, но попробуйте это сделать. Так, вот эти цвета и обязательно вот этот. Так, а ещё мне потребуются необычные лесенки. Так, стоп, а их тут нет? Я ожидал тут... А, нет, есть. Ух, чуть... чуть не это. Ладно. Так, ну что, поехали. Так, у нас будет находиться эта штуковина именно непременно в этом месте. Так. Ту-ту-ту-м. Так, не знаю, наклёвываются у вас какие-то идеи, не наклёвываются, но попробуйте, попробуйте догадаться, я пока говорить не буду вот до последнего момента. Пока не построю. Да когда построю, вы поймёте, что-то такое. Вот. Так, это сюда получается. Так, ну и сзади стеночка. Так, даже вот так руками буду строить, без каких-либо команды и так далее. Так, идём сюда. Получается, у нас тут будет именно вот такой цвет использоваться. Примерно вот так. Здесь будет ещё окно двойное. и здесь мы сделаем два одинарных. Вот так. Всё. Теперь здесь мы воспользуемся тоже вот этим блоком и поставим его при входе. и не только при входе у нас будет весь такой пол внутри вот этого здания. Так, ну что, вы догадываетесь? Ты уже лично догадался или нет? Вот именно ты сейчас смотришь этот ролик. Как ты думаешь, что это за постройка? Если нет, то я молчу. Я пока молчу, я пока говорить не буду. Вот. вот таким образом. Отлично. И давайте возьмём наши заветные цвета. Всё. Кстати, потолочек. Потолок давайте быстро командным... Не командным блоком, а в смысле командами сейчас заполним. Хотя я уже руками бы это заполнил. Но ладно. Так, ведём вот сюда. Вот сюда. И здесь. А теперь берём другой блок и ставим его уже с этой стороны. О, как круто. Ну что, неужели вы ещё не догадались? Ну, кто-то догадался, кто-то нет, но те, кто не догадались, времени остаётся мало. Я уже скоро эту постройку закончу. И мне придётся самому сказать, что это такое. Так, берём окна. Кстати, вот эти розового цвета будут просто идеальными. Вот они. И ставим их в этих местах. Сюда и... И вот сюда. Вот. А здесь мы с вами возьмём стекло. Всё-таки, наверное, розового цвета. Эээ... Да. Так, уйди отсюда. А вообще, не только такого, но и вот такого, который мы сейчас только что использовали. Так, какой этот цвет? Наверное, такой голубой, скорее всего. Да. Всё, накрыли вот таким образом. И, друзья, ну что, как оно? Появляются какие-то ещё идеи, нет? сделаем маленькую площадку, чтобы можно было бы здесь стоять. Поставим прикольную дверь. Вот такую. С прикольным орнаментом как раз для этого заведения. Вот. Ну и... Главный атрибут, друзья. Время пришло. Это, конечно же, мороженое, друзья. Это маленькая кафешечка, где будут продавать мороженое. Вот таким образом. Надеюсь, что вы догадались. Если не догадались, то абсолютно ничего страшного. Так. И по-быстрому забацаем кухню. Потому что по совместительству здесь, наверное, будут продавать ещё какие-нибудь прикольные вкусняхи по типу хот-догов. Так что мы сейчас ставим здесь обязательно печку, обязательно раковину, вытяжку, чтобы всё было как надо. Ну и, само собой, здесь надо поставить маленький стентик. Для того, чтобы не так стоять, ничего не видно. Вот так можно было встать. И всё. Так. Застелим ковёр. И поставим кровать. Мало ли, может быть, это человек, кто будет здесь у нас, он будет даже здесь жить. Потому что, как по мне, получается вполне неплохо. Вот и всё, друзья, наше заведение готово. Посмотрите, у нас появилось здесь место, где можно будет покупать различную еду. и даже знаете, что я вам больше скажу? И я хочу ещё больше дополнить эту композицию. Мы возьмём столы и стулья, само собой. Так, здесь прикольные стулья, я их пытаюсь найти, но не вижу. А, зачем я? Я написал стол и ищу стул, капец. Так, вот они. Вот он, именно вот этот стул. Так, стоп, я... Ай, постоянно со мной так случается. Почему именно в то место я кладу, где я предмет убрал? Кстати, вот это получше будет. Всё. Так, раз, два, три. Всё, друзья, здесь у нас будет зона, где можно будет покушать немного. Кстати, у нас тут весь песок осыпался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это у нас такое произошло? Так, давайте побыстрее мы это пофиксим. Всё, потому что очень странно выглядит. Так, друзья, ну что же, всё. Получается даже зона отдыха, где можно покушать, она у нас готова, так спрятана за маленьким зонтиком. И что же, вроде бы и всё, вроде бы и всё. но, знаете, давайте что сделаем? Кабинку для переодевания. Вот так-то. Они у нас будут простецкими, вот такими деревянными. Мы сейчас просто напичкаем по всему пляжу. вот. Ты-ты-ты-ты-ты. Так, зачем я это взял? Мне, наверное, не надо. Возьмём сюда и факела. Так, этого внутрь и вот сюда. Всё, маленькие кабинки для переодевания. Кто-то может подумает, что это туалет, но, пардон, но деревня жителей как бы всё близко, так что уж соблаговолите свои пипипунки какахунки не в воду делать, а до деревни жителей добежать, да и там все дела свои закончится. Вот как-то так. Так, тут пол тоже заменяем, кладём факел и ставим дверь. И давайте третью, последнюю кабинку, вот где вот здесь подальше, возле маленьких, кстати, маленькое зерцо тут можно вообще охладиться, не знаю, какое оно тут, может родниковая вода течёт, можно будет охлаждаться в жаркий день, не только в море. Всё. Друзья, ну что же, я думаю, что на этом уже точно можно заканчивать. Ё, это можно бесконечно, у меня просто идея за идеей, постоянно приходит, хочется сделать круче и круче всё время и всё время. Давайте ещё вот эти шарики поставим везде. Мне кажется, они очень хорошо скрасят всю атмосферу. Вот в эти места, в эти места, наверху можно обязательно их поставить. вот на эти горки. Так, а что они сюда никак? А если сюда? Это, наверное, из-за факелов. Ну ладно, домик и так красиво смотрится, я думаю, то, что пойдёт. Всё, вот так и ставим, там уже шарики вешать не буду. Друзья, ну что же, вот такой у нас сегодня с вами получился крутейший пляж. Аквапарк. Надеюсь, то, что вам эта постройка тоже понравилась и весь, в принципе, процесс строительства. Я думаю, то, что когда леска с лубиком придут, и уж тем более жители сюда придут, они точно офигеют, потому что это очень круто иметь прямо возле дома вот такой большущий пляж. Со всеми, со всеми удобствами. Ну что же, а на этом я, наверное, друзья, уже буду закачивать. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, то, что вы тоже кайфовали, как и я, прямо сейчас при строительстве. Вот, на связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока.